Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, параллельный понедельник в 15.00 по московскому времени. В ходе этого вебинара мы обсудим эту тему, которая наберет больше всего ваших голосов в нашем телеграм-канале. Буквально после этого эфира мы запустим голосование, предложим несколько тематик на выбор. Та тема, которая будет пользоваться наибольшим спросом, соответственно, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, если пробежаться по основным фундаментальным отчетам этой недели. Я бы с точки зрения хронологии событий и значимости релизов отметил, что во вторник нас ожидают данные по инфляции в еврозоне и инфляции в Канаде. Что за евро, что за канадским долларом мы наблюдаем и наблюдаем с точки зрения долгосрочных ожиданий с позицией того, как будут корректироваться национальные монетарные политики. Так вот, после выхода данных по инфляции у нас будет больше на руках дополнительных водных, чтобы попробовать прогнозировать все вероятность изменения ключевых процентных ставок европейским центральным банком и банком Канады. В среду выйдут протоколы заседания американского регулятора. В четверг начнется симпозиум в Джексон-Холле. Так много говорил уже об этой ежегодной встрече глава мировых центральных банков, что, наверное, даже если вы и не были в курсе об этом событии, то сейчас уже прекрасно понимаете, насколько оно назначимое и почему мы так сильно ждем выступления главы американского регулятора Джерома Пауэлла, которому точно есть что сказать после выхода последних данных по индексу потребительских цен. В четверг, кстати, перед пятничным выступлением Пауэлла будет еще два отчета по индексу максимальности производственного сектора и сферу услуг, то есть дополнительные фундаментальные вводные, которые в том числе будут анализироваться Джеромом Пауэллом. Ну и в пятницу хедлайнер вообще этого мероприятия, собственно, сам Джером Пауэлл, который прокомментирует последние данные по инфляции. И я очень рассчитываю, друзья, на то, что Пауэлл в этот раз будет конкретным и воспользуется возможностью или традицией, скажем так, к обстрече в Джексон-Холле анонсирует какие-то важные изменения и преобразования в том монетарном курсе, который проводится. Индекс доллара. Текущей котировки 102 пункта. Насколько же мы оказались правы, вовремя спрогнозировав неизбежный обвал американского доллара, учитывая то, что Федрезерву придется скорректировать монетарную политику и начать снижать ключевую процентную ставку. В прошлой неделе данные по инфляции, снижение показателя с 3 до 2,9%, это июльская статистика. Базовый индекс потребительских цен тоже скорректировался с 3,3% до 3,2%, и мы с вами, соответственно, получили еще, наверное, более значимый из всех последних аргументов, более значимое подтверждение доказательства того, что Федрезерву придется все-таки принять к сведению все эти релизы, которые вышли в последнее время, и признать то, что дезинфляционный тренд в американской экономике продолжается, и это дает возможность ему начать корректировать ключевую процентную ставку. Немного обнадеживающие данные вышли по уроничным продажам. Уроничные продажи в прошлом месяце выросли на 1%, и по идее, если рассуждать на перспективу, то рост потребительской активности может стать причиной усиления инфляционного давления. Это действительно так, но судя по предварительным оценкам и прогнозу, которые присутствуют на рынке, судя по результатам опросов респондентов, в целом инфляционные ожидания в Штатах продолжают снижаться. Я практически уверен, что 2,9% в годовом выражении инфляции, которое мы видим сейчас, это еще не предел, и дальше будут значения еще ниже. В целом рынок, как был ориентирован на то, что в сентябре американский регулятор снизит процентную ставку, так и продолжает верить в это. Единственный вопрос, насколько эта ставка будет снижена. Опять же, согласно рыночному консенсусу с еще отсылкой на инструмент FedWatch Tool, сейчас вероятность снижения процентной ставки на 50 байсных пунктов в сентябре составляет 26,5. Это существенно ниже, чем было, например, еще неделю назад, но есть то, что есть. Но рынок все равно закладывается под то, что снижение ставки, оно сейчас необходимо, и я думаю, что при определенном стечении обстоятельств и при определенном характере будущих цифр от макроэкономических отчетов, настроения на рынке снова могут измениться. Я сторонник идеи того, что ФРС до конца этого года трижды снизит процентную ставку, и я, пожалуй, все-таки останусь верен идее, то, что в сентябре могут быть сюрпризы, в том числе в формате коррекции ставки сразу на 50 байсных пунктов. Ждем выступления Павла, он точно расставит все точки над «и». Ну а пока удерживаем короткие позиции, и судя по обвалу индекса доллара, можно уже смело, друзья, смотреть на следующий долгосрочный целевой ориентир на отметке 100 пунктов ровно. Золото 2500 в соответствии с нашим прогнозом рост последовал до обозначенной цели, новые исторические максимумы. Я уже отмечал, что 2500 – это достаточный и достойный уровень, чтобы зафиксировать результаты длинных позиций. Надеюсь, вы воспользовались этой рекомендацией, смогли неплохо заработать. Будет ли золото расти дальше? Потенциал роста, конечно же, есть. Но какой-то период времени, наверное, лучше понаблюдать за развитием событий со стороны, потому что и технически коррекция напрашивается, и в целом фундаментально. До выступления Павла рынок может несколько скорректировать рыночное настроение, и это может стать причиной развития нисходящей динамики. А что касается долгосрочных факторов, то в целом, если вы ждете еще более высокие ценовые значения, знаете, друзья, то, что доходность облигаций, скорее всего, продолжит снижаться, доллар падает, геополитическая напряженность сохраняется, и рыночный сантимент по-прежнему за то, чтобы мы действовали против толпы и, соответственно, сохраняли длинные позиции. Доллар иена 146.45, собственно, возобновился нисходящий тренд в соответствии с ожиданиями. Цель ближайшего закрепления ниже уровня 145. Судя по последним опросам рейтерс, данные по инфляции, которые мы ожидаем на этой неделе, скорее всего, подтвердят то, что индекс потребительских цен в Японии выросся третий месяц подряд. И, соответственно, на росте инфляции мы снова сможем отстраивать нашу точку зрения того, что Банк Японии имеет все вводные для того, чтобы продолжить ужесточать национальную монетарную политику. Австралийство против доллара 0.6688, рост, скорее всего, продолжится, цель 0.70. Факторы поддержки австралийского доллара – это макроэкономическая статистика, данные по инфляции, в частности, индекс потребительских цен в Австралии, как вы помните, в прошлом квартале остался на уровне 3.8%. И последние данные опроса Reuters указывают на то, что инфляция в перспективе ближайшего года может превысить 4%. Соответственно, Резервному банку Австралии, возможно, придется рассмотреть возможность дополнительного повышения ключевой процентной ставки. Евро против доллара 1.10.40. Ждем данные по инфляции, которые выйдут на этой неделе. Скорее всего, индекс потребительских цен в прошлом месяце покажет рост, и это снизит вероятность скорого смягчения европейской монетарной политики. Поэтому евро, я думаю, сохранит восходящую динамику и в рамках ближайших пяти торговых сессий протестирует уровень 1.11. Такой же оптимист в отношении британской валюты 1.2950. Ждем закрепления выше уровня 1.30. Ронечные продажи в Англии в прошлом месяце выросли на 0,5% в месячном урожении и на 1,4% в годовом. Соответственно, есть предпосылки для усиления инфляции. И на этом фоне я почти уверен, что Банк Англии не будет больше смягчать экономическую политику, возможно, до конца этого года. И рынок нефти неизбежно. Я думаю, что мы увидим более низкие ценовые уровни. Я верю в развитие нисходящей динамики. И по-прежнему фундамент, на котором отстраивают эти ожидания по коротким позициям. Слабая китайская статистика. Постоянное подтверждение падения импорта, сокращения экспорта. Это то, что свидетельствует о более слабых темпах экономического восстановления китайской экономики. Рост запасов нефти США. И, собственно, ожидание, даже если ориентироваться на сенсимент, то, что в пользу именно идеи развития нисходящей динамики будет свидетельствовать и позиционирование трейдеров. Именно распределение большинства и меньшинства. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.